Здравствуйте! Владимир Владимирович, мы еще месяц назад приняли решение, что к столетию Калашникова к 2019 году и к столетию Государственной Студмурской Республики к 2020 году будем реконструировать и строить проспект Калашникова. Он будет проходить через край этого поселка и в этой связи мы будем, конечно же, развивать в комплексе эту территорию и будем должны расселять людей вне зависимости даже аварийный дом или неаварийный дом. Поэтому до декабря, до января месяца мы планируем запроектироваться и как только у нас будет проект, и мы законно его утвердим в Курской Республике, у нас будет законное право расселять людей этого поселка. У нас дома расселяются аварийные, те, которые признаны аварийными в 2012 году. Конечно, у вас такая длинная очень история получается, но вот как исполняющий обязанность губернатора, надеюсь, губернатором, который эффективно, когда вы начинаете проект, когда вы начинаете приготовить? Проект мы постараемся сделать к декабрю месяца и со следующего года, с 2018 года мы начнем расселять. В 2018 году? В 2018 году мы уже начнем расселять. Практически, что это тут? Ну, в первую очередь, вот такие бараки. Вот здесь три рядом стоящих, всего их в целом здесь 17. И если уже по ним идти, то в первую очередь, вот такие нуждающиеся семьи, потому что здесь... А сколько здесь нуждающихся? Ну, вот на супруга мы еще будем... Здесь же у вас две семьи практически, да? В комнате практически две семьи. В комнате, ну да, вот мы сестру, у нас две с родителями. В трех бараках одиннадцать мы насчитали. Одиннадцать семьи, которые в первую очередь... Вы хотите начать эту программу с 2018 года? С 2018 года расселять, совершенно верно. Всех? Всех. Ну, а наиболее нуждающихся 11 семей, да? Да. Вот вы расселите их до конца этого года. Хорошо. На вторичном рынке есть у вас? Да, конечно, мы найдем возможности. Здесь рядом дома строятся. Сделаем это. Возьмите вторичный рынок и найдите, значит, свои республиканские деньги. Я вам помогу здесь. Хорошо. Обязательно, сливаем. А эту структуру мы не поменяем? У нас здесь садики, школы, техникум, работа. А тогда предпочтешь, да? Ну, мы так хотим остаться здесь. У нас район так вот чистый. Мы будем... Коллеги, ну, вы понимаете, у нас есть только один дом рядом строится. И всех расселить, возможно, здесь, это сложно. Но, конечно же, с учетом того, что у вас маленькие дети, они здесь ходят в детский сад, у вас в техникуме старший сын, конечно, мы будем индивидуально проходить. А где дом? А вот он, рядом. А сколько здесь? Свободных там сейчас немного. Мы договаривались о двух-трех квартирах. Ну, Владимир Ильич, на самом деле, как раз по этой семье мы как раз думаем об этом доме. У вас вот этот дом поселят? Ну, в разный, естественно, да? Да, конечно, нет. Не метр в метр, конечно, у них одна комната, по сути, пять человек. Ну, а с остальными договоритесь, кому как угодно будет. Будем индивидуально решать, безусловно. Пока это будет сноситься, но это же пока снесутся, пока построят, на один год пройдет. А так особо нуждающихся можно переселить прямо в конце года 11 семей. Ну, те, кто хотят, насильный только виноват. Ну, конечно. С каждым отдельно будет на счет вопрос. Ну, условно. Спасибо. 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 Спасибо вам. У вас день рождения сегодня? Мне сказали, когда я ехал. Вы мой самый главный подарок сегодня. Я вас поздравляю. Днём рождения. Спасибо большое. Да, и там еще есть... Спасибо большое. Вот что, есть еще подарок. Вот такой простой, но хороший. Это поездка в Сочи. Спасибо вам большое. Спасибо. Она у нас заслужила. Она никогда не отдыхала нигде. Она нигде не была. В Казани. Ну, только, да. Ну, сегодня мой самый главный подарок. Ну, ладно. Счастливо. Спасибо вам большое. Спасибо. Так что, у меня дети, что все в чем... О чем сказал губернатор, все будет исполнено. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.